В России продолжается Масленица. Второй праздничный день называется Заигрыш. По традиции во вторник проходили смотрины невест и все обряды сводились к сватовству, чтобы после Великого Поста на Красную Горку сыграть свадьбу. Полным ходом шла и подготовка к самому главному дню, прощенному воскресенью. В деревнях и селах готовили чучело Масленицы. Как правильно сделать праздничную куколку узнала Юлия Абрамова. Инженер по образованию Надежда Голикова много лет проработала в проектных институтах. Вышла на пенсию и решила, пора заняться творчеством. Рогослы, скутки, нитки, самые простые материалы превращаются в руках мастерицы в настоящие произведения искусства. Народный мастер России секретами делится с удовольствием. Говорит, научить можно даже самых трудных детей. Кто инвалид, кто полуинвалид. И они все плели. Да с таким азартом. И один мальчик вообще перестал ходить даже в столовую. Ему все приносили. Потому что он не мог оторваться. Он плел огромную корзину из лиан хмеля. Мастер-класс в честь праздничной недели. Чучело Масленицы – главный символ народных гуляний. По традиции в каждом доме делали миниатюрных кукол. Материалы – пучок рогозы, это сорт камыша и нитки. Перекручиваю. И того-того завязываю. Это получается головка. Потом приладили ручки и снова перемотали нитками. Простейший вариант готов. Украсить можно по желанию. Сплести сарафан, нарядить лоскутки. На изготовление вот такой домашней Масленицы у опытной мастерицы уходит буквально 30-40 минут. Эту куколку совершенно не обязательно сжигать в конце праздничной недели. Ее можно оставить дома в качестве оберега. И она станет символом благополучия и здоровья. Для Ольги Канищевой мастер-класс не просто дело для души, профессиональная необходимость. Преподаватель рисования в детском саду новыми знаниями она планирует поделиться с малышами. Мы сейчас готовимся тоже к Масленице, мероприятия, танцы народные, костюмы, как Масленицы делали. Поэтому хотелось бы тоже для себя, чтобы вот пронести завтра и подготовить такую куклу. В Центре народного творчества уже подготовили и главную героиню грядущего праздника. Именно эту Масленицу в воскресенье пронесут по городу и в завершении гуляний сожгут, чтобы избавиться от зла, несчастий и болезней.